Добрый день! Приехали в гости к известному политологу Багдасарова Семену поговорить про ситуацию в Сирии, про нефть. Ну, что-то в Сирии, конечно, мы не эксперты, но такое чувство, что нас там развели по-крупному. То есть, сказали иранцы, давайте, давайте туда, а воздушная операция, а мы все решим на земле. На самом деле ничего не решили, и мы там влипли. Ну, это взгляд дилетанта, а взгляд профессионала вы сейчас увидите. Семен Аркадьевич, добрый день! Здравствуйте! Давненько у вас не были. Ну, смотрим, смотрим за тем, что вы делаете на телевидении у Соловьева. Спасибо. Вот, ну, конечно, страх нас тоже берет. Мы же финансисты, вот приедем, а вдруг вы нас размажете, как бума американца, какого-то поляка. И, ну, господи, страшно. Ну, вот первый вопрос, значит, может быть, он покажется вам выбивающим из экономической тематики, но все-таки интересно. Буквально сейчас известно, что турфирмы несут убытки от прекращения деятельности перелетов в Египет. И вот сегодня буквально Дмитрий Давиденко, это председатель комиссии по безопасности Ростуризма, заявил, что египтяне быстро наведут порядок с терроризмом, и поэтому Египет будет безопасен уже в начале следующего года. Ну, это очень смелое заявление. Понятно, что Ростуризм, тесно связан с ним, фирма, которая занимается посылкой наших людей в Египет, хотели бы, может быть, и завтра заявить, что там все безопасно. Я думаю, это будет сложно сделать, чтобы обеспечить безопасность туризма. Ментальность египтян – это хорошая, добрая нация, но она такова, что сделать так, чтобы там был безопасный полет, сомнительный. А сомнительность заключается в следующем, что я не думаю, что завтра повысится резко уровень проверок, досмотров, вдруг исчезнет куда-то известная египтская коррупция, когда за 100 фунтов, а за 100 долларов тебя хоть самолет на руках потащат, так минуя, и все, да? Поэтому господин, как его называли, сомневаюсь. Я не говорю о том, что не исчезнет никуда и угроза терроризма. Египет – это страна, к сожалению, со своей историей современного терроризма, да? Кстати, Айман Азавахирей, лидер Аль-Каида, египтянин, это можно дальше не продолжать. Территория Египта была одним из самых ошеломляющих терактов 20 века, убийства Анвара Садата. На военном параде, где людей проверять должны. Причем Анвара Садату досталась спецслужба хорошая от еще Гамаля Абдельнасера, который боролся с братьями-мусульманами, которых частично братьев-мусульман выпустил Анвара Садат. Группировка Аль-Джихад Алисламия, конкретных старшин Халита Алисламбули, убили на виду всего мира, да еще включили свою команду, я помню, чемпиона вооруженных сил Египта по полевой стрельбе. Это, ну, слушайте, да, сегодняшняя ситуация, чуть ли не через день нападение на полицейские участки. После 11-го года было выпущено из тюрьмы от 16 до 20 тысяч разных экстремистов-террористов. Половину, как вы понимаете, еще не переловили, да. Значит, убили среди бела дня генерального прокурора Египта. На Синайском полуорусстве, по сути, идет война, так сказать, вовсю, да, где египтская армия не всегда одерживает верх, да, и несет большие потери. И после этого заявлять, что к Новому году все будет хорошо, нет, уважаемые. А если вы так уверяете, что если завтра хоть один волос упает с головы российского туристов, они должны нести уголовную ответственность за подобные заявления необоснованные. Поэтому, я думаю, в ближайшие годы в Египет нельзя ехать отдыхать. Да, ну вот вы в интервью дали три страны, куда лучше не ехать, такие опасные, это Египет, к сожалению, Турция, к сожалению, Тунис. Да, по Турции. Весь мир знает, что Турция проходной двор для террористов. Никто не скрывает, и самое интересное, и турецкие власти не скрывают, да. То есть, на ближний восток, Сирию и Ирак попадают в различные террористические организации, и не только основные государства, и Джабхат Тарус, и Бульна, из кого? Тысячи, сейчас обвели, что 40% всех воюющих, это граждане других государств, и значительная часть из Европы, из постсоветского пространства, идут через Турцию, да. Тысячи людей идут по этому проходному двору, да. Уже дошло до того, что депутаты парламента Турции, старого парламента, не знаю, где они собрались в новый, от основной оппозиционной партии, Народно-Республиканской партии, заявляют, что у них есть документы, подтверждающие сотрудничество национальной разведки Турции с исламским государством. Ни для кого не секрет, что они вовсю поддерживают Джабхат Тарусу, да. Наконец, первое, второе, теракты в Дярбакире, в Анкаре, в Сурудже, в Стамбуле. Был теракт и бодрым, это курортная зона, когда были убили человек, да. Наконец, заявление исламского государства рассказало абсолютно так, что вот раньше Турция вела себя очень хорошо, потому что сотрудничество, а сейчас пусть под ножом США, как известно, не дали добро на размещение в Анджирлике дополнительную авиацию. И поэтому исламского государства пересматривает свое отношение к Турции, и пусть Турция задумается о своей курортной зоне, там будет так сделано, как было сделано в Тунисе. Скажите, можно ехать туда отдыхать, да или нет? Своих родных я бы этого не послушал. Ну, а к чему мы говорим? Тунис тоже без комментариев. Кроме того известных терактов, которые были два раза в последнее время, я хотел бы напомнить, что Тунис занимает совсем уже непочетное место, или почетное, только в кавычках, в списке тех государств, граждане которого преобладает в исламном государстве, с точки зрения вне Сирии и Ирака. Это страна с населением чуть более 10 миллионов человек, минимум 7 тысяч граждан воюет там. Вы пошлете то, что такое соцблизких? Ну, не знаю, если бы я работал в Ростуризме, неизвестно, что бы я говорил бы. Значит, да, поэтому Ростуризм должен говорить о национальной безопасности, Ростуризм мог что-то говорить. Я поймаю значительное число терактуристической мафии, которая влияет на ситуацию, как турфирмы, так и чиновники, которые с ними работают, а они заигрались, да? А граждане не должны туда ехать. И другие структуры должны сделать все, чтобы поездки-то не состоялись. Какие перспективы отношения России к Турции в газовом вопросе? Ну, Турция заинтересована в сотрудничестве с Россией, в том числе, в газовом вопросе, да? Что бы не газовый октаган? Турки, они исходят из принципа, вы знаете, они требуют сначала подписать соглашение по цене скидки, да? А потом по газопроводу. Но дело в том, что они такую предлагают соглашение по цене скидки, что может быть это и коснуться других ранних поставок, понимаете, поставок, да? Все это напоминает свое время, когда Турция велась в 96-м, конечно, в 96-м году, переговоры по газовому проекту с Ираном. А они сначала сказали, что одна скидка, а потом дошли до 25-процентных скидок. Потому что иранцы развели руками, но вся проблема была в том, что трубу уже к турецкой границе перебросили. Поэтому турки будут шантажировать таким образом и выкручивать руки. Ну, это, с одной стороны, с другой стороны, конечно, они заинтересованы в этом проекте. Да, и это вопрос времени, когда подпишут. Боюсь, что наши поведут на серьезные уступки по аскепту. Но турки – это от бога торговцы. Нам, дураками, не надо быть. Да, ну вот отношение к Эрдогану интересно ваше, потому что мы были одного эксперта по Востоку. Он говорил год назад, что Эрдоган – чуть ли не наш брат. А сейчас мы были, и он говорит, Эрдоган, да он, вы знаете, он крышует мафию, наркотики, покрывает оружие там, спекулирует. И, в общем, он вообще враг такой. Эрдоган – это благодаря последним выборам снова получает возможность быть правителем Турции вне зависимости от конституции Турции пока. Потому что пока конституция Турции, пока глава, по сути, государства, это премьер-министр, который имеет определенные полномочия. Сейчас говорят, что он может договориться с националистами в парламенте и вынести на референдум вопрос о изменении в конституции. Эрдоган пришел к вазе в 2003 году. За это время не сильно много сделал для Турции, особенно для турецкой глубинки. Поэтому человек очень своеобразный, прямо скажем. С одной стороны, он взял на себя смелость и аннулировали они закон, а 301-й закон уголовный о преследовании тех, кто не соглашается быть турком. То есть все были дают турки. Куда назывались горные турки? Если ты говоришь, что я не турок, то его хватали за руки и тащили. Этого закона нет. В конституции осталось, что в Турции живут только турки. То есть много таких вещей, которые, знаете, трудно сказать, что тут хорошо, тут нехорошо и так далее. То, что он стремится к исламизации страны – это очевидная вещь. И он никогда не скрывал своих мыслей, даже когда был мэром Стамбула, за что, кстати, его сажали в тюрьму военной, за что он с ними расправился. Впоследствии пересажал большую часть, даже начальник генерального штаба. Генерал Башбук был, который чуть ли не плакал на суде. Говорит, я не собирался на него. Никакое покушение идет. Мы армия, которая идет бой с именем Алла, Алла. И вдруг мечети мы хотели якобы... То есть это был некий 1937 год для турецкой армии. Он провел референдум, который вычеркнул из конституции положение, что турецкая армия является гарантом конституции. Благодаря чему он совершал военный парад. Это очень своеобразная личность. То, что он обогащается в личном плане, ну, это никто не сомневался. Было странно, что в туреце кто-то не использовал вас для личного обогащения. Ну, как бы, вот так, в общем-то, вот такой артаган. Интересно. Не татюрка? Нет, он анти-антатюр. Понятно. Говорят, ему приписывают слова, где-то он сказал, что два пьяницы, это татюр, которые умеры сразу в печени. И на нее, кстати, на нее код был. Вот ближайший спортивник, значит, придумали эту дурацкую конституцию. Типа, светская Турция, закон и так далее. Вот надо от этого избавляться. Хоть и портреты татюрка везде висят, но нелестно он в нем, говорит, отзывается, и, по сути, рушит его реформы. Дело прямо противоположное. Понятно. Семен Аркадьевич, вынужден задать вам ряд вопросов. Они немножко могут показаться вам наивными, но просто их задают инвесторы. Просто мы как рупор выступаем. Вот первый вопрос. Может ли операция России против ИГИЛ как-то повлиять на отмену санкций в отношении России? Нет, не по-любому. В Турции, то есть в Сирии идет противостояние Запада и России. Каждый борется за свои интересы. Запад, США и Европа, в общем-то, они хотели, или не скрывали давно мысли о том, что есть шиитская такая дуга, которую надо разрушить в районе Сирии. Почему в Сирии? Поясняем. Это Иран, Ирак, Сирия и Хазболла в Ливане. Они считают, что в Сирии это слабое звено, потому что, по сути, там нет шиитов, родственных иранским шиитам-зунициальникам, а ловит их мало. И вот, мол, я слышал, там еще задолго до войны, это надо воспользоваться. А в наших интересах, в общем-то, чтобы в Сирии не был прозападный режим такой, который сказал, вам не базу в Тартусе, который вы хотите, там же, не базу в ЛВС, и вообще закрываем вам Средиземное море. Если вам турки не закрывают, то мы закроем. Поэтому у нас разное видение ситуации, и мы не можем быть, как они с нас санкции снимут. Нет, это исключается. Владимир Владимирович, Владимир Жириновский называет в качестве одной из причин операции в Сирии российских ЛВС, это то, что нежелательность поставки катарского газа. Я эту причину задолго до Жириновского называл где-то в 2011 году. Ну, простите меня, простите. Владимир Вольфович у нас. Я просто не так погружен. Да, бог с ним, Владимир Вольфович. Значит, дело не в этом. Действительно, такой проект был, но я считаю, что это не главная причина, потому что, я скажу, Карамолина мысль, если бы катар захотел бы договориться, то поймите меня правильно, Баш Рассет пошел бы на газопровод и зарабатывал, наверное, приличные деньги. Даже если бы на него давил Иран. А вот какие причины... Разница по деньгам больше. Понятно. Не надо представить, что режим Баши Ассо такие бестеребренники, верно служат Россия и Иран. А если бы больше предложить, то они пошли на это. Так а зачем же мы тогда защищаем этого человека и его европейскую жену, если они готовы переметнуться в любую секунду? Ну, уже они не переметнутся, уже поздно переметнутся, так сказать. Второе. Надо четко понимать, куда Баш Рассу деваться? Вообще на Лавицкой общине. Надо знать специфику по Лавицкой общине. Все там, все непросто. Надо знать, что как в 1973 году лавитов специальной фетвой Ирак, а потом иранских мул объявили, что они мусульмане. Они сами до этого не подозревают, что они мусульмане. Вот, пожалуйста, у меня фотография с Агаханом, четвертая глава Исмаилитов мира. Вот это и наверху, разные годы, между 15 лет. Это базовая религиозная структура, на основании которой возникал лавизм. Это близкородственная структура. Скажите, он похож на мусульмайн и шииты? Скажите, английский лав. Да, все это, в общем, член двора его высочной, в Великобритании. Ну, не буду вникать в эту глубину. Это специфичная структура, очень хорошо которую знаю. Поэтому он заложник своей общины в значительной степени. И говорит, что вот там переметнулся за денег. Деньги хорошо, но если бы они были бы в свое время договоренность до 2011 года. После 2011 года решили его смертать. Ну, то есть, что, собственно, и происходит. А почему мы его поддерживаем? Кто знает. Сегодня поддерживаем, может, завтра нет. Я считаю, что нужно формулу перемирия национального выбирать в Сирии. Сирии, она должна заключаться, очень быть похожа на то, что были в Ливане после 15-летней войны, с учетом специфики Сирии. Ну, например, автономия курдская. Де-факто она существует. Попробуй, иди, скажи, что мы не даем ему автономии. Иди, давай побери 70 тысяч на курдскую группировку, которая будет лучше, чем прайс-нар. Она есть, но он не хочет. Он находится под силой влияния Хезбаллы, лично господина Хасана Насрулы, к которому я отношусь хорошо. Не только потому, что он родился в армянском гвардаре пригороде Бейрути-Бурдж-Хамуде. А вообще человек не отдал. И под влиянием иранских советников он находится. Поэтому для них понятие, особенно для иранцев, курдская автономия, это как красная тряпка. Надо делать, надо решать эти вопросы. К сожалению, и наше руководство на него в этом плане не оказывает. Ну, по данным прессы, операция наша в Сирии стоит не очень много до России с точки зрения экономики. Ну, там, максимум 2 миллиарда в год долларов. Но не приведет ли это к дальнейшему какому-то сильному обременению экономики России? Ну, слушайте, все такое в Сирии. Значит, у нас там 50 самолетов. У США в Ираке во время нахождения в Ираке было 700 самолетов. Чувствия разницы какой-то. Но при этом, вы знаете, американцы не решили вопросы Ирака. Все будет решаться на земле. А на земле, к сожалению, у нас союзники такие, но не очень хорошо воюющие. Имеют 2,5-3 кратное, более 3-х кратное преимущество над силами оппозиции с точки зрения личного состава, скажем так. Хотя оппозиция разрозненная. Они иногда вступают, иногда между собой воюют. Это, я имею в виду, сирийскую армию, силы народной самообороны, и Хазбалу, и иранские силы. Но, по большому счету, они пока не добились ключевого перелома даже при нашей массивной авиационной поддержке. В этом проблема заключается. И поэтому возникает вопрос, а что нам дальше делать? Когда говорят, наша начальница будет работать до такого-то времени, до такого-то времени, слушайте, хватит фантазировать. Как один большой начальник сказал, пока сирийская армия участвует на наступление, мы участвуем на этом мероприятии. А если завтра с сирийсками будет нужно прийти к стратегической обороне, что мы не будем участвовать в этом? Свернемся и улетим оттуда. Война надолго, и мы надолго там будем воевать. Вопрос к вам, как к бывшему танкисту. Вот интересно, сейчас мы живем в условиях войны информационной, и многие связывают то, что затормозило с наступления армии Асада с тем, что поступили некие противотанковые комплексы. Ну вот многие эксперты. BMG-71. Полез я даже в энциклопедию, оказалось, что это достаточно старые комплексы противотанковые. Да, это старые проводные толщи. Да, но тем не менее, вот теперь уже все. Башару Асаду не удастся прикрыть турецко-сирийскую границу. Значит, действительно, сирийская армия и поддерживая их из Баварии и иранцы теряют много бронетехники. Это хоть устаревшие, то проводные в основном толщи. Есть проводная толщи, а есть беспроводная толщи. Но они достаточно эффективны и поражают любую бронетанковую цель. И так далее. Пока сирийская турецко-сирийская граница не перекрыта. Не решен вопрос по очистке Алеппы, когда он больше не осознивает. Нельзя под контроль все пригороды Дамаска окончательно снят вопрос угрозы Дамаску, хотя уже стало легче. И естественно, статистическая такая провинция как Иглиб, которую надо так же защитить, тоже не решено. То есть статистического перелома пока нет. Мало того, вы уже читаете прессу, видите, темпы наступления замедляются, потому что оппозиция, она же не только показала, что она может противодействовать натовской, американской авиации, но и наши тоже. Они маневрируют, фальшивые цели выставляют, действуют в основном ночи или предрассветное время, так сказать. Не все так просто. Да я понимаю, что непросто. А вот еще вопрос по поводу беженцев. Ситуация, которая сейчас сложилась, она вызвала волны беженцев, которые захлестывают в Европу. И особенно мне интересна позиция Италии, потому что, если посмотрите на карту, Италия недалеко от... От Ливии. Да, и в свое время даже было такое братские отношения Каддафи с лидером Италии. Не помню, какой там был лидер. И торговля была, и все развивалось. Сейчас это как-то вот... Чем это вот эти эмиграционные волны, так сказать, как это повлияет на Европу? Ну, на Европу, значит, премьер-министр Венгрии назвал мобилизационные возможности, так можно назвать, беженцев 30 миллионов. Он, конечно, сутрировал, но, я думаю, ненамного. Поэтому, другое, что беженцы не только с Ливии, Сирии, они идут с Афганистана, с Ирака, с Косово, под эту волну все много подстраивают. И все идут, конечно, в какие страны, где есть социальные выплаты, тут же Германия, да, можно представить, немцы сейчас ощущают. И эта волна, я не очень понимаю, как европейцы собьют ее, вот они обещают только, наверное, 3 миллиарда евро, принять ЕС, туда-сюда, лишь бы они у них оставались на территории. Сейчас вроде чуть-чуть замедлилось, но никто не знает, что он завтра снова вспыхнет, большая волна и снова пойдут. Если будет дестабилизирована Турция, например, как вариант, ведь Савахарин Демертаж уже говорил, что там гражданская война это лидер-код, но, началась гражданская война в Турции, 80 миллионов, что будет? А предпосылки все имеются, к сожалению. Да, непросто, на самом деле, ситуация с беженцами. А как-то это может, эти волны беженцев, докатиться и до наших границ? Пока используют нас как-то надетный пункт. Ну да, там, на севере где-то. Дело в том, что, например, уже бои курдов были недалеко от горы Арата, в районе Агры, да, а если такая ситуация будет, например, в Турции, беженцы могут пойти в сторону Аргы, Армения, Армения охраняет погранвойска ФСБ России. А там уже, извините меня, начинается постсоветское пространство, всякого рода послабление, так сказать. То есть, это вот в этом плане может коснуться. Нас может коснуться, если события средняя, допустим, в Арганской долине в Кыргызской части возникнет черной межэтнический конфликт. Или прорвутся боевики с Афганистана через территорию Таджикистана, как в 1999 году, и попытаются войти в Арганскую долину Кыргызстана. То есть, вот когда были в 10-м году столкновение кыргызско-узбекской, куда поехали беженцы? Думаете, в Узбекистан? Первоначально, да, потом все приехали сюда, в Россию. Вот это в этом плане, вот оттуда больше, я считаю, ожидать надо угрозы, связаны с беженцами. Тем более, у нас в Киргизии, после вступления Киргизии в РЗС, вообще никого из РЗС. Да, по поводу нефти хотел у вас спросить, вот этот конфликт на Ближнем Востоке может ли вырасти в большую войну, которая нарушит поставки нефти? Ну, вообще, эта угроза такая существует, особенно в Йемене, ведь все нефтемидные танкеры, идут через глобальный Мандемский пролив, туда, в Азанскеет, поэтому Советский канал, поэтому, верно, если это существует, ведь на фоне сирийских событий мы почти не говорим о Йемене, там же война разгорается, или часть войны перекинулся на территорию Саудыскара и восстание с Майлитов, не только не Низаритов, а Мустаклитов, а в Наджаране, они захватили часть города, восточная провинция Бургает, вообще-то по всем канонам не должно расти сумасшедшими темпами, почему не растет, я не очень понимаю, может, есть какие-то другие факторы, скорее всего, поэтому, все будет зависеть, в первую очередь, от возникновения конфликта, решения конфликта в Йемене, стратегическое место, да, вот, будем ожидать, пока там у Саудитов ничего не получается, они завязали в этой войне. А какие там силы противоборствуют Йемене? Ну, с одной стороны, Саудовская коалиция, поддержка армия объемных Арабских Эмиратов, Бахрейна, да, значит, естественно, войска, значит, которые поддерживали того президента, который был свернут, с другой стороны, это шиитская, шиит из Едиды, это хауситское движение, и военный крон Ансарава, да, это по схеме движения Хезбалла, созданное только в Йемене, да, вот, собственно, вот такая борьба идет. Семенович, давайте подведем итог нашего маленького беседы, значит, ситуация в Сирии, когда мы вошли, по 2 месяц назад, это надолго? Надолго, намного гибриды. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.